Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Не щадит никого в Самарской области и соседних регионах разбушевался ураган. Ликвидацией последствий занимается спецкомиссия. Работа на высоте. В Самаре впервые прошли учения пожарных на небоскребах. Звонок мэру в прямой эфир. Жители Зубчининовки решили проблему с аварийной дорогой. Самара готова к зиме больше, чем на треть. Во всех районах перекладывают теплосети, проверяют котельные, проводят плановый ремонт. Просит тюремного послабления. Бывший замруководителя департамента имущества Самары обратился в суд. Электричество восстанавливают. Повальные деревья вывозят. В регионе устраняют последствия стихии. Циклон, пришедший из Черного моря, добрался и до Самарской области. Дождь и шквальный ветер. Скорость более 20 метров в секунду. Все это регион пережил за минувшую ночь. Стихия не прекращала бушевать и сегодня. Когда природа сменит гнев на милость, знает Алина Чемерис. С самого утра аварийная бригада спиливает дерево, упавшее на провода в Ленинском районе Самары. Сильный ветер бушевал в городе всю ночь, не успокоился и с рассветом. С нескольких зданий сорвало крыши, выбило москитные сетки на окнах, повалило временное ограждение. Я просто вчера был за Волгой и там, конечно, жутко. Прям резко по лесу ужасно. То там, то всем деревья падают. В районе Кинапа, фитнес-клуба, там сейчас идет ремонт и отгорожено пространство, где идет ремонт, такими жестяными листами. Вот я наблюдал, как их прямо выворачивал напрочь. Стихия буйствовала во всем регионе. К счастью, погибших и пострадавших нет. Скорость ветра достигала более 20 метров в секунду. Из-за упавших деревьев без электричества остались жители Новокуйбышевска, Сергиевского, Богатовского и Елховского районов. Всего на посту свыше десятка ремонтных бригад, около 20 единиц техники. Энергетики делают все, чтобы до конца дня восстановить электроснабжение во всем регионе. На чеку и сотрудники МЧС. По их данным, только в Самаре и Тольятти упало около сотни деревьев. Повреждены автомобили, ветром вырвало остановки. Циклон очень активный, который вышел с Черного моря через Нижнюю Волгу на Среднюю Волгу. Будут ветры немножко ослабевать. Мы на сегодняшнюю ночь, на предстоящую ночь, ожидаем еще уже немножко потише ветра, но все равно остается порывистый ветер до 15-22 метров в секунду. Температурный режим, в общем-то, на ближайшие дни как-то стабильный. Вечером, вернее, 9-15, а днем в пределах 18-25 градусов. Чтобы как можно быстрее справиться с последствиями стихии, в Самаре сформирована специальная комиссия, представители муниципалитета и МЧС для оперативного решения проблем. Эксперты оценят ущерб, нанесенный стихией. Сегодня в максимальной степени эту работу проверить, в полном объеме проверить все адреса, и мне оперативно представить информацию по поводу ликвидации, сколько убрано, сколько не убрано, и в какие сроки это будет убрано. Это касается всех. Замы слышите и работы управляющих компаний. По словам синоптиков, самое страшное уже позади. Циклон отправился дальше. Циклон, который принес в Самару такую погоду, ушел в сторону Татарстана. И все же, по прогнозам синоптиков, как минимум ближайшие три дня в регионе будут господствовать дожди и ветры. Но уже завтра, хоть и ненадолго, из-за туч появится солнышко. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Из-за ураганов в Самаре отменены рейсы всех теплоходов. Когда они возобновятся, неизвестно. Речники ждут улучшения погодных условий. В среду на вечернем рейсе из-под гор из-за сильного шторма волной выбило переднее окно на теплоходе «Москва». И произошло небольшое затопление. Видео очевидцев размещено на страничке пароходства в соцсетях. Но там, где не пройдет теплоход, проплывет каноэ. Тольяттинец устроил заплыв на лодке по затопленной дороге под мостом через Ленинский проспект. В Тольятти разбушевавшиеся стихи оставило без электричества 73 дома и повалило около 30 деревьев. Кроме того, многие улицы города оказались затопленными, как и автобусы, передвигающиеся по ним. Один из очевидцев выложил в сеть видео, на котором снят тольяттинский автобус «Амфибия». А жители Жигулевска сфотографировали торнадо. Более 250 сообщений о падении деревьев получили экстренные службы Сызрани, сообщают городские СМИ. Разрушены дома в селах Елховского, Сергиевского и Ставропольского районов. По данным МЧС, пострадавших нет. Ликвидируют последствия стихии более 200 человек. В соседней Ульяновской области вода на улицах затопила машины. За 12 часов выпало 86 миллиметров осадков. А в Самаре горит небоскреб. Приехали свыше десятка спецмашин. Это легенда пожарно-тактических учений МЧС. Навыки тушения огня в зданиях повышенной этажности. Самарские спасатели отрабатывают впервые. Проведению учений не помешала даже капризная погода. Как справились пожарные с задачей, знает Алина Чемерес. Протянуть магистральные линии и развернуть оперативный штаб. По легенде, огонь вспыхнул в одной из квартир на 18 этаже высотки. Система пожаротушения не сработала. И пламя охватило более 80 квадратных метров территории. Сценарий самый сложный. Пожарным нельзя допустить задымление верхних этажей. Но все же готовыми нужно быть к любому развитию событий. Возможно, такие варианты, которые даже предусмотреть. Возможно, те же самые вентилированные фасады. Распространение пожара по балконам вверх может очень спокойно пойти. Соответственно, задымляются выше лежащие этажи. То есть, очень опасно это именно эвакуация высших пожаров. То есть, вот здесь очень много народу и требуется очень много личного состава, чтобы все это быстро успеть эвакуировать людей. Машины по очереди подъезжают к высотному зданию. Первая группа пожарных сразу отправляется наверх. Следующая подает воду для тушения. Алгоритм отточен до автоматизма. 11 единиц техники, свыше 60 человек. Именно столько понадобится людей и машин, чтобы в реальных условиях потушить пламя в 25-этажном здании. Пожарно-тактические учения на домах повышенной этажности, то есть высотой более 50 метров, в регионе проводятся впервые. Всего в Самарской области свыше сотни таких зданий. Чтобы быстро добраться до очага возгорания и спасти людей, у пожарных должна быть отменная физическая подготовка. Высокая этажность, лифтами пользоваться нельзя, все ногами, лестницами. Как правильно организовывать эвакуацию, как выводить людей из данных высоких зданий. Все эти вопросы мы сегодня для себя отработали, уточнили. Сегодня работу пожарным существенно усложняет погода. Сильный ветер здесь наверху дует в одну сторону, а внизу уже в другую. При этом гораздо труднее тушить огонь. Также невозможно развернуть и внешнюю пожарную лестницу. Она просто не выдержит такого ветра. Работой пожарных руководство осталось довольно. С задачей сотрудники МЧС справились. Такие учения планируется провести по всему региону. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Районы власти должны навести порядок на рынке жилищно-коммунальных услуг. До наступления осени глава города поставил такую задачу на совещании по итогам визита в Кировский район. На местах остается много нерешенных проблем. Виноваты управляющие компании. Олег Фурсов обозначил их на примере Зубчининовки. Во время посещения поселка многие вопросы глава города решал в режиме ручного управления. По этой улице в Зубчининовке пройти просто так невозможно, особенно в дождь. Об этой проблеме жители рассказали главе города во время прямого эфира на телевидении. Звонила Ирина Кошелева. По ее словам, было бы достаточно засыпать яму гранулятом. По поводу дороги на улице Кустанайская и пересвечения с Гоголя. Вот этот угол, там постоянно яма, там постоянно вода стоит. Детям в школу пройти невозможно, если пройдет дождь. Там очень большая грязь. Без резиновых сапог там делать просто нечего. Поручение местной власти решить проблему было дано сразу же. Прошло две недели. И вот Олег Фурсов приехал на место, чтобы посмотреть, что сделано. Выяснилось ничего. Вместо этого асфальтовой крошкой засыпали другую улицу. Я удивлен, что до сих пор не засыпали. Было же поручение в эфире в прямом. И районы самостоятельно могут транспортно ходить, крошки более чем достаточно. Другие места месяц с ОСМ засыпали. Здесь мы с Власовым договорились, что они помогают и техникой, и грейдерами. Этот участок они берут на себя, потому что дороги вы их видите полностью. Соответственно, работаю каждый день. Прямое поручение мое надо исполнять. Тем более знали, что я приеду. Я предупредил. Срок исполнения семь дней. Через неделю должен быть отчет, что перекресток приведен в порядок. Дороги и улицы в городе необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Тем более, что в Зубчининовку скоро тоже придет программа большого ремонта. Впрочем, дорожные проблемы не единственные для поселка. О своих нерешенных вопросах жители рассказали главе города. На улицах много травы. До сих пор местами еще работают пивнушки-разливайки. В подвалах некоторых многоэтажных домов стоит вода. Разбор полетов уже проходил на совещании в администрации Кировского района. Вопросы местным органам власти, представителям депутатского корпуса, силовым ведомствам. Больше всего претензий к работе управляющих компаний. Управляющие компании, которые не хотят прислушиваться к жителям, нарушают установленные нормы. У них надо отзывать лицензии и инициировать процедуру исключения их домов. Домов из сферы их влияния. В этом году вступила в силу еще одна законодательная норма. Теперь из-за недоработки управляющих компаний жильцы не должны расплачиваться. Потери идут в убыток самого обслуживающего предприятия. Так что если в подвале протекает труба, а от домашнего провода электричество подается в киоск, жителям стоит проверить, правильно ли им начисляют коммунальные платежи. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. К отопительному сезону готовы больше трех с половиной тысяч многоквартирных домов и почти 500 учреждений социальной сферы. Это треть от общего числа зданий, в которых ведутся работы по подготовке к зиме. Рассказали на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Во всех районах перекладываются теплосети, проверяют котельные, проводят плановый ремонт. В домах по графику идет профилактика электрического и газового оборудования системы водоснабжения. Немного отстают от него в Самарском и Куйбышевском районах. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил ускорить темпы подготовки, чтобы каждое здание получило паспорт готовности вовремя. Я повторюсь только устами. Начальник гидрометцентра Российской Федерации, он сказал, что лето нам отменили. Мы плавно переходим сразу в осень, с весны. Или думаем, что у нас еще два с половиной месяца, мы тут нет у вас их. Каждый погожий день это касается всех. Вылавливаем независимо выходной, проходной и весь остального. А зиму нам никто не отменит. Один против всех уже год пенсионер в ссоре с жителями домов на улице Запорожской. Мужчина выступает против решения двухлетней давности. Тогда во время ремонта дороги парковку для машины сделали на газонах. В ситуации разбиралась Валерия Макарова. Один человек говорит, да нет, я хочу вот так вот. И все решения всех остальных меня не интересуют. Вот я хочу так жить. На общем собрании вновь поднимают старую проблему. В 2015-м во дворах на улице Запорожской ремонтировали дороги. Жители попросили сделать места для парковки. Указали на газоны. Там и так давно ставят машины. Ставал вопрос. Вот эти машины, которые у нас много лет припарковывают именно на эти места, как же это будет выглядеть потом после ремонта, когда поднимут бордюр на такую высоту, которую положено. Ну, здесь как бы собрались, посоветовались, то, что занизить эти бордюры для того, чтобы так же люди парковали. Рабочие занизили бордюры, сделали насыпь. Проблемы начались только через год. В дом номер 37 въехал один гражданин. И ему не нравится, что на бордюры заезжают автомобили. Подъезжают жильцы дома и ставят автомобиль там. Вот он написал в результате этого обращения в администрацию. Проигнорировать такое обращение городские власти не имеют права. Начали разбираться, собрали мнение жителей. Большинство за парковку. Ведь иначе девать машину просто некуда. Но тем не менее, вот работа продолжается. Гражданин пишет. Ну, вот, подъезжайте, разбирайтесь постоянно. Сегодня общее собрание жильцов должно было поставить точку в этом конфликте. Но сам виновник разногласий не пришел. Хотя объявление о встрече висит около подъезда. Как говорят соседи, пенсионер уехал на дачу. В департаменте городского хозяйства объясняют. В такой ситуации один в поле не воин. Учитывается мнение большинства. Решение принимается по большинству от голосов собственников жилья. На основании общего собрания собственников жилья. В итоге все формальности учли. Протокол собрания есть. Принято общее решение. Все участники поставили свои подписи. Парковком в этом дворе быть. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самарской области 71-летний мужчина утонул в карьере соленой у поселка Воскресенко. Свидетелем происшествия стал один из отдыхающих на берегу водоема. Он вызвал спасателей и указал место на поверхности воды, где последний раз видел пропавшего. На протяжении 50 минут водолаз при нулевой видимости обследовал дно. Мужчину обнаружили на 12-метровой глубине в 10 метрах от берега. Утонувшего доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции. Срок ограничения движения по проспекту Карла Маркса продлен до 31 июля. Это связано со строительством газопровода. Ранее планировалось, что улица станет свободной для трафика уже 11 июля. Напомню, движение ограничено на участке от улицы Санфировой до энтузиастов. Проект строительства дворца спорта на Молдогвардейской отправили на доработку. На это потратят еще почти 50 миллионов рублей. Специалисты должны провести инженерно-экологические изыскания, так как последние делали еще в 2014 году. Напомним, что старый дворец спорта снесут. Работы планируют начать в августе. Их оценили в 78,5 миллионов рублей. Вместо старого здания построят современный трехэтажный спорткомплекс, трибуна которого смогут уместить более 5000 человек. В Самарской области пока не будут разрешать продажу алкоголя. С 8 утра до 23.00. Самарская ГУБДУМа решила отложить принятие поправок в региональный антиалкогольный закон. Ранее депутаты предложили смягчить режим торговли спиртным. Сейчас самарцы могут купить алкоголь только с 10.00 до 22.00. Парламентарии решили перенести обсуждение данного вопроса на осень. В День семьи, любви и верности в субботу 8 июля в парке имени Щерса выступят циркачи, артисты театра и коллектив «Задумка». Праздник начнется в 11 часов. Его кульминацией станет чествование многодетных семей. Ходотайство Вадима Кужиль на досрочном освобождении пока не удовлетворено. Окончательное решение по этому вопросу суд Куйбышевского района Самары примет 20 июля. Отсрочка вызвана тем, что адвокаты представили документы о погашении ущерба на сумму более 8 миллионов рублей. Однако подлинность документов сложно подтвердить. Напомним, экс-заместитель руководителя городского департамента управления имуществом Кужилин обвинялся в том, что при участии коллег, риэлторов и полицейских проводил мошеннические сделки с муниципальными квартирами. Жилплощади, которые предназначались для переселения людей из ветхого жилья, незаконно приватизировались, а затем продавались третьим лицам. Полученные деньги делили между собой. Ущерб государству составил 90 с лишним миллионов рублей. Затем эта сумма уменьшилась до 60, так как 7 из 25 захваченных квартир удалось вернуть в муниципальную собственность. Вадима Кужилина, которого следователи посчитали организатором преступной группы, приговорили к 8 годам колонии общего режима. Больше половины срока он уже отсидел. Соблюдены все предусмотренные законные условия, то есть и срок, половину срока он отбыл наказание, то есть у него это право на подачу такого ходатайства уже возникло. Более того, он имеет неоднократные поощрения, хорошо характеризуется от учреждения исправительного. В настоящий момент суду не представлено сведений о полном возмещении причиненному преступлению вреда. Учитывая данные обстоятельства, прокуратура возражает против удовлетворения ходатайства осужденного. Три медучреждения Самарской области станут пилотными площадками для проекта «Бережливая поликлиника». Его запустили в конце прошлого года в Ярославле, Калининграде и Севастополе. Теперь к нему присоединится Самара и Тольятти. «Бережливыми» станут 13-я поликлиника в областной столице, 2-я и 3-я в Автограде. Цель – создать наиболее комфортные условия для пациентов, избавиться от очередей, оптимизировать работу регистратуры и врачей. Первые результаты внедрения систем в других городах показали – время ожидания у дверей кабинетов сократилось в 12 раз. На рабочем совещании глав фондов обязательного медицинского страхования в ПФО уделили внимание и развитию колл-центров, куда люди могут обратиться с жалобой на некачественное медобслуживание. Один из ключевых вопросов – повышение зарплаты врачам. В случае нерационального расходования денег руководство в больниц может лишиться своих постов. Две одинаковых больницы, у нас в частности в Самарской области, у одной его зарплата выплачивается, и больные не таскают медикаменты, у другой – все за деньги. Странным образом, значит, вот у нас уже найдена такая форма работы с такими лечебными учреждениями. Мы смотрим, какие покупки делает лечебные учреждения, насколько они связаны с как бытовой медицинской услугой, насколько они нужны. Пляжи готовы, осталось дождаться хорошей погоды. Профильные ведомства рассказали, как шла подготовка к летнему сезону и на каких пляжах разрешено купаться. В Самаре все официальные места отдыха соответствуют требованиям безопасности. Пробы воды хорошие. Настроение природы в этом году не совпало с планами на открытие пляжного сезона. Технически пляжи готовы принимать отдыхающих, но только желающих немного. Официально разрешено купаться на семи городских пляжах. Один в этом году закрыт в связи с реконструкцией четвертой очереди набережной. Но остальные уже завезли больше 15 тысяч тонн свежего песка и провели водолазное обследование акваторий. Установлены пляжные оборудования, биотуалеты, кабинки для переодевания. Из новшеств этого года у нас на пляжах в этом году установлены информационные таблички, которые будут показывать температуру воды и воздуха, а не сменяющиеся. То есть каждый день таблички будут меняться. Пляжные зоны оборудованы 12-ю спасательными постами. В течение дня ежедневно 44 подготовленных спасателя контролируют ситуацию. Также за буйками дежурят катеры, которые готовы оперативно прийти на помощь. Несмотря на почти постоянное присутствие специалистов, на пляжах нередки акты вандализма. Отдыхающие воруют спасательные круги и даже крючки для одежды в раздевалках. У нас уже сломали биотуалет в районе Байковского спуска, сломали лавочку в районе Билоновского спуска. На второй очереди на Кулевой у нас цифровали уже два тента, то есть срезали. Ну, видимо, кому-то понадобилось. И очень часто воруют зачем-то буйки. Буйки, которые на воде отрезают цепи, воруют якоря. Сами буйки у нас лежат на пляже, что мы экстренно, естественно, все сделаем, что восстанавливаем. Службы спасения неустанно повторяют – вода не прощает ошибок. И настоятельно не рекомендуют посещать пляжи в нетрезвом виде. Ведь 80% случаев утопления связаны именно с алкогольным опьянением. Мариана Мирная, Станислав Левин, События. GM АвтоВАЗ объявил об отзыве почти трех тысяч своих автомобилей. В чем причина, расскажет наш экономический обозреватель Ларис Шлафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня по-прежнему ценой не радует. За баррель марки «Брент» дают 48 долларов 30 центов. Доллар стоит 59 рублей 57 копеек. Евро – 67 рублей 67 копеек. Золото – 2340 рублей, серебро – 30 рублей 55 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 40 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 80 копеек. Россияне стали больше тратить и меньше откладывать на черный день. Эксперты объясняют это тем, что на фоне стабилизации экономики люди больше не откладывают покупки, которые планировали ранее. Зато доля россиян, сокративших расходы на медицинские услуги и лекарства, за год выросло с 6 до 16%. А GM «АвтоВАЗ» отзывает почти 3000 «Шевроле Нива» из-за дефекта топливных баков. Перечень ВИН-номеров опубликован на сайте компании. Ремонт машин проведут бесплатно. На этом все. Удачи в делах! Вернуться в Премьер-лигу только такая задача стоит перед обновленным клубом «Крылья Советов». Возвращать самарцев в элиту российского футбола будет любимец болельщиков Андрей Тихонов и целая россыпь молодых талантов. В преддверии старта нового сезона с ними познакомился Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Ну, я, во-первых, хочу поздороваться со всеми и сказать огромное спасибо. Спасибо, спасибо. Последний раз Андрей Тихонов выходил в Самаре на футбольное поле 9 лет назад. Но его до сих пор любят и считают одним из лучших игроков в истории клуба. Теперь им будет радовать болельщиков не своими голами и передачами, а тренерскими навыками. Перед Андреем стоит трудная задача – вернуть команду в Премьер-лигу. В прошлом сезоне ему почти удалось сделать это с красноярским «Енисеем». «Крылья», безусловно, фаворит в первенстве ФНЛ. А потому, говорит тренер, команда будет играть в атакующий футбол. Команда будет, во-первых, играть, чтобы добиваться результата. Во-вторых, команда будет пытаться показывать красивый футбол. Потому что мы тренируемся и играем немножко по-другому, допустим, чем играла команда предыдущая. Поэтому мы будем стараться и та команда, в которой я работал, показывала довольно-таки приличный футбол. Начинать работу Андрею придется с налаживания игровых связей, ведь состав обновился наполовину. Клуб пополнили молодые, перспективные игроки. Среди новичков есть уже и знакомые лица. Денис Ткачук возвращал «Крылья» в элиту в сезоне 2014-2015 годов. Тогда его 13 голов в 29 матчах помогли занять первое место. Сам Денис обещает, что приложит все силы, чтобы и будущий сезон стал таким же успешным. Я думаю, что я здесь. Все довольны, я доволен, моя семья довольна. Я думаю, мы будем радовать болельщиков и будет на трибунах много людей. Поменялся у клуба не только состав. В этом сезоне игроки будут выходить на поле в новой форме. Цвета остались традиционными, другим стал дизайн. Свой имидж сменил талисман команды «Лютик». Клубы уверены, изменения пойдут только на пользу. А когда закончилось знакомство со всеми составляющими будущего сезона, болельщики смогли пополнить своей коллекцией автографами новичков и фотографиями с ними. Посмотреть же на новые «Крылья» в деле можно будет уже в эту субботу. На стадионе «Металлург» волжане примут луч энергию из Владивостока. Начало матча в 19 часов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова